МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И вначале главные темы. Антисанитарная еда. В Абакане обнаружен еще один подпольный цех по приготовлению продуктов питания. Новая страница в истории. В Черногорске начался снос бывшего кинотеатра «Россия». Спортивное будущее Абакана. В столице республики дан старт возведению еще одного бассейна. Первое по-настоящему летнее. Тепло жители Хакасии почувствуют в эти выходные. Воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. Многие отправятся на отдых за город. Сотрудники МЧС предупреждают, для купания время еще не пришло. Вода не прогрелась, и переохлаждение организма может закончиться трагически. Кроме этого, в настоящее время на реках Хакасии продолжается период полноводия. Таяние снега в горах наполняет водоемы не только ледяной водой и стремительным течением, но и крупногабаритным мусором в виде деревьев и коряк. Еще один подпольный цех по производству пищевой продукции накрыли в Абакане. Предприятие располагалось в районе МПС. До сегодняшнего дня здесь в больших объемах изготавливались пирожки, салаты и жаркое. Никто из потребителей и предположить не мог, в каких условиях происходит процесс. Репортаж Натальи Громашовой. В полдевятые пришли работники МВД. Показали документы, показали паспорта, всех в машину до выяснения. Уже прошло два часа. Нам работать надо, они нам мешают. Работа, которая, со слов сотрудников подпольного предприятия, якобы помешали оперативники, приготовление продуктов питания. Ассортимент немалый, около 17 наименований. Салаты, пирожки, беляши и все прочее. А куда идет продукция? Ну, как по магазинам. В цехах полнейшая антисанитария. Продукты в грязной таре, рядом с мусорными контейнерами и ведрами. Тесто на полу, столы для разделки мяса, овощей, по-видимому, не мыли годами. Фунчозу можно спутать с рыболовной леской. Хранится в распакованном виде прямо в подсобке. Неподалеку туалет, умывальника нет. Кругом летают мухи. Финальное слово еще скажут сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора. Между тем, самих представителей предприятия. Это, по-видимому, не очень пугает. Но есть нарушения. Без этого не бывает. Все нарушения, которые есть, это мы и этот человек. Будем исправлять. У сотрудников миграционной службы свои вопросы к поварам. По предварительным данным, в кухне трудится 12 человек. Есть иностранцы. По словам бухгалтера, из приезжих работников только двое. Из Узбекистана работают официально. Остальные – россияне. Живут в своих квартирах. Оперативники задержали восьмерых. Паспортов с собой не было. Объяснить, где документы, практически никто не смог. Понимаешь русский язык? Не понимаешь? Плохо понимаешь. И переводчик нужен? На втором этаже цеха действительно жилые комнаты. Кровати, мебель, одежда. Что это за помещение для бухгалтера предприятия – загадка. Какое же это? Я даже не знал, что там кто-то живет. Мы-то приходим утром, уходим вечером. Кто там живет – без понятия. Всех задержанных работников подпольного предприятия доставили в полицию. Здесь предстоит выяснить личность каждого, а также условия пребывания иностранцев на территории России. Наталья Громышова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. В Черногорске начался демонтаж здания бывшего кинотеатра «Россия». Вместе с этим ведется очистка от хлама прилегающей территории. Ко дню города площадка будет засыпана и огорожена забором. В будущем на этом месте появится новый социокультурный объект. Современное четырехэтажное здание из стекла и бетона, с наружными стеклянными лифтами, с эскалаторами внутри. На двух этажах будут размещены коммерческие объекты, остальные два предназначены для досуга черногорских детей. Здесь откроется теннисная школа, зал борьбы, детское кафе, игровой комплекс и кинотеатр 3D. И далее наш выпуск продолжит еженедельная пятничная рубрика «Парламентский дневник» о деятельности депутатов Верховного Совета Хакасии на уходящей неделе Ольга Стельмах. Главное политическое событие этого года – выборы 2013 – официально получило старт. На этой неделе депутаты Верховного Совета утвердили единый день голосования. Несколько месяцев избирком Хакасии и парламентарии корректировали избирательное законодательство и, наконец-то, внесли окончательный штрих – назначили дату выборов. Проектом постановления предлагается именно сегодня, 5 июня 2013 года, то есть за 94 дня до дня голосования, назначить выборы на 8 сентября 2013 года. Начинается избирательная кампания как такова. По сути, процедуры выдвижения, процедуры, те процедуры, которые кандидаты будут предпринимать, они начнутся после опубликования данных постановлений в средствах массовой информации, в частности, начнется выдвижение. А для средств массовой информации уже с завтрашнего дня начинается период избирательной кампании и начинаются ограничения в плане ведения тех или иных агитационных мероприятий. Кандидаты на выборные посты станут известны не раньше, чем через месяц. Напомним, осенью жителям республики предстоит избрать главу региона, а также депутатов Верховный Совет Хакасии. Кстати, новый созыв парламента будет меньше. Число народных избранников сократится с 75 до 50 человек. Несмотря на предстоящую жесткую борьбу за депутатские кресла, спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев призвал играть по правилам. Активная агитация, особенно в средствах массовой информации, проходит не ранее, чем за 35 дней до начала выборов. Это помнить надо. Это у нас начнут завтра уже и в газетах писать, и программы публиковать, и все остальное. Могут снять просто с выборов потом избирательная комиссия. Бюджет Хакасии стал больше на полтора миллиарда рублей. Депутаты внесли поправки в главный финансовый документ республики. Эти средства пришли из федерального центра. Большая доля из них носит целевое назначение в приоритетах образования и здравоохранения. На их поддержку уйдет треть от всей суммы. В Хакасии сегодня по-прежнему нужны школы и ФАПы. Несмотря на то, что их строительство идет ежегодно, в очереди еще далеко не один населенный пункт. В бюджете учли сложности другой проблемы. Нехватка мест в детские сады. К статье расходов на дошкольное образование добавили средств. Такие решения приняты. Я полагаю, этот объем будет нарастать. Сегодня мы увеличим это на полтора миллиарда. Я думаю, до конца года, надеюсь, что еще на несколько миллиардов путем усилий правительства республики Хакасия за счет средств, которые будут выделяться в Хакасии с федерального центра, будут увеличиваться. Еще одно приоритетное направление, и оно однозначно получит свою копилку дополнительные 200 миллионов рублей, сельское хозяйство. Помимо безвозмездной федеральной помощи в полтора миллиарда поступлений входит и доля от фондов, социального страхования и содействия реформированию ЖКХ. А с ними и соответствующие расходы. 29 миллионов на капитальный ремонт жилого фонда. И более 200 миллионов рублей на переселение жителей Хакасии из аварийного жилья. Все изменения в проекте бюджета на 2013 год приняли. И как надеются в Министерстве финансов, подобная процедура перерасчета далеко не последняя. Ведь, как показывает практика, федеральные деньги приходят в регионы в течение всего года. А вот с 1 сентября образование Хакасии подчинится новому закону. Его проект депутаты уже приняли в первом чтении. В отличие от прежнего, в новой редакции увеличили число льгот. Теперь родителям не нужно будет покупать учебники для своих детей. Властей обязали обеспечить учебным материалом все школы, не исключая средние и старшие классы. Учебники с 1 сентября 2013 года в школах республики должны быть бесплатны для всех. Сегодня начальная школа, основное звено мы уже обеспечили. Сейчас поставлена задача для средней школы. Дополнительные средства у нас предусмотрены и деньги идут, в том числе и по модернизации образования в республике Хакасия через Россию. А вот родителям тех дошколят, кто вынужден посещать частные детские сады, будут компенсировать 10% затрат. Кроме того, в Хакасии убирают начальное профессиональное образование. Его сливают со средним, профессиональным, которое, кстати, переходит на бесплатное обучение. С нового учебного года платными останутся лишь отдельные специальности. Это были все новости парламентской недели в республике, за которыми, кстати, также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. А вот выпуски «Парламентский дневник» можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Всего доброго. Сегодня в Хакасии чествовали спортсменок, показавших наивысшие результаты на первенствах России и мира. В правительстве республики собрали две команды. Волейбольную сборную из Белого Яра. Она не так давно вернулась с первенства страны в звании серебряного призера. А также титулованных девушек-силачей из села Сарагаш. Последняя из достижений – победа и не одна на первенстве мира в Литве. Две наши землячки входят в состав сборной России по пауэрлифтингу. К примеру, Даниила Колесник установила новый мировой рекорд, намного превышающий результаты в ее весовой категории. А другая спортсменка, Валита Тирских, за три подхода подняла вес в 6,5 раз больше собственного. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин поздравил спортсменок со столь высокими достижениями. А Сарагашу пообещал дополнительный подарок. Даю поручение. Для спортсменов и тренеров села Сарагаш, правительству республики в Хакасии, включить в план работ пристройку спортивного зала в школе и сдать объект в 2014 году. Такого сообщения спортсмены Сарагаша ждали много лет, ведь лучшие спортсмены республики, а теперь уже и мира по пауэрлифтингу, тренируются в подвале местной школы. Небольшой зал для занятий оборудовал сам тренер Анатолий Карабонцев много лет назад. Когда поднимаются дети, конечно, из подвала в нормальный зал, да и еще, как Виктор Михайлович сказал, что будет новое оборудование, значит увеличится место, увеличится количество занимающихся ребятишек, потому что я сейчас не могу всех охватить, и времени не хватает, и места нет, и снарядов не хватает. Конечно, это будет только огромнейшее проще. А в республиканской столице всерьез взялись за развитие водных видов спорта. Осенью готовится к открытию современный плавательный бассейн в спорткомплексе Абакан. А сегодня глава города дал старт возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в новом жилом районе, главным достоинством которого будут пять 20-метровых водных дорожек. На стройки побывала Олеся Корениченко. Пустыря на перекрыски улиц Лермонтова и Торосова больше не будет. Уже в следующем году здесь откроют физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и тренажерным залом. Сегодня глава города забил в фундамент первую символическую сваю. Давайте начинать строительство! Проект оздоровительного комплекса типовой. Сегодня подобные бассейны строятся во многих регионах страны. Наш проект уже проверен на прочность в Забайкальском крае. В строительстве будет использована современная технология, которая позволит возвести здание в минимальные сроки. В Абакане мы построили детскую поликлинику. Здесь рядом три детских сада. Но у нас есть вот такой... Не в Абакане, мы строим школу в Июсе, Арджиникидинского района. Она примерно точно такая же. То есть сэндвич-панели, металлоконструкции. Так что опыт строительства у нас есть. Вокруг будущего бассейна активно застраиваются два новых микрорайона города. По предварительным подсчетам, здесь будет проживать около 20 тысяч человек. Именно для них в первую очередь строится физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерным залом. Здесь же будет базироваться филиат детской и юношеской спортивной школы по плаванию. В первую очередь это объект для занятия оздоровительной физкультурой, массовым спортом. То есть, конечно, и абонементы, естественно, по пониженной цене и прочие физкультурно-оздоровительные занятия здесь предполагаются. Стоимость всего объекта вместе с коммуникациями 100 миллионов рублей. В этом году деньги на строительство комплекса выделены из городской казны. Следующим с финансированием должен помочь федеральный бюджет. Договоренность с Министерством спорта уже есть. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Медики сегодня на один день расстались с белыми халатами и переоделись в спортивную форму. На стадионе «Локомотив» прошла традиционная республиканская спартакиада медицинских работников, посвященная профессиональному празднику. Нынешняя спартакиада стала 12-й по счету и собрала рекордное число участников. Около 400 человек представляли все районные больницы. От городов выступали объединенные команды, а с ними соперничали представители республиканских медучреждений. В программе 9 видов спорта. Самые зрелищные – игровые. Футбол, волейбол и стритбол. И, конечно же, эстафета – 4 по 100 метров. Кстати, ее победители, медперсонал республиканского дома-интерната «Теремок», показали неплохой результат. Пробежали круг быстрее минуты. И все же главная цель спартакиады медиков – это не рекорды. Мы, работники здравоохранения, всегда говорим о том, что здоровый образ жизни – это здоровье на всю жизнь. И будет меньше хлопот у наших пациентов и у нас будет. И всегда для того, чтобы пропагандировать, нужно показать личный пример. И вот мы 12 лет подряд показываем своим личным примером, что мы не только работаем, но и можем участвовать в разных видах спорта. Жители Хакассии увидят собачье сердце в постановке Валерия Золотухина. Сегодня произведение презентовали сами актеры. Спектакль Московского независимого театра – единственная на сегодняшний день сценическая версия знаменитого произведения Михаила Булгакова. К тому же одна из последних режиссерских работ Валерия Золотухина. Впервые на сцене спектакль прошел в 2005 году. Главную роль профессора Преображенского играет народный артист России Владимир Стеклов. Известный не только как актер театра, но и кино по многочисленным художественным фильмам. Шарикова представляет Микаэль Молчанус. Булгаковская мистика и современное ее прочтение. Что нового внесли в театральную картину, сюжет которой стал классикой. Раскрывать секреты актеры не стали, но пообещали, что зрители сделают для себя новое открытие. К примеру, один из ключевых моментов – перевоплощение пса в человека. Думаю, лучше это понять, представить и ощутить на спектакле. А иначе, как вы это делаете? И лучше, конечно, об этом не рассказывать, а показать. Спектакль «Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина можно будет увидеть в Минусинске, Абакане и Сайногорске. Завтра в Абаканской зоне отдыха пройдет большой праздник «Страна детства». Мероприятие инклюзивное, то есть направлено на воспитание у здоровых детей и взрослых терпимого отношения к инвалидам. Праздник проводится уже во второй раз. Предыдущий опыт показал, что дети прекрасно находят друг с другом общий язык, вместе весело проводят время, независимо от того, насколько они ограничены по здоровью. Развлекать детей будут более 30 волонтеров общественной организации «Доброе сердце Хакаси». Это будет такое классное детское мероприятие, в котором будет морская тематика, потому что 8 июня – Всемирный день океанов. Называется праздник «Морские приключения в стране детства». Будут проходить эстафеты спортивные, можно будет приходить записываться в команды. Эстафеты очень классные. Потом будут идти морские школы, будем учиться вязать морские узлы, учить морскую азбуку. Потом будет шикарный галоконцерт двухчасовой. Мероприятие будет с 3 до 7 вечера в зоне отдыха. И прежде чем попрощаться, анонс наших завтрашних передач. К 20-летию Хакасской таможни наши корреспонденты подготовили фильм. Он выйдет в эфир в 10 часов 10 минут. В 10.35 тоже юбилейная передача. Кразгау 50 лет. И в 10.50 очередной выпуск «Знай наших». Речь пойдет о продукции кожевино-меховой компании «Ласка». Не пропустите. Я на этом сегодня с вами прощаюсь. Хороших выходных и удачи. До свидания.